Всем привет! С вами снова Илья Косченко, Международный инструктор по сноуборду. Наконец-то выпал снег, и поэтому сегодняшний урок посвящен будет первому катанию на склоне. Сегодня мне во всем этом и в дальнейшем будет тестировать Андрей. Только я его не вижу. Он уже должен был быть здесь. Перед каждым занятием я рекомендую разминаться. В общем-то, то же самое рекомендуют главный герой фильма «Зомби-лэпп». Отлично, мы разминались, теперь переходим к обучению. Андрей, вы когда-нибудь катались до этого на сноуборде? Нет, никогда. То есть это будет ваш первый раз? Да. Отлично, сегодня в первую очередь я познакомлю вас с господь. У нее есть скользящая поверхность, так называемая скользяная. И по-моему, что мы будем набирать скорость на снегу, она будет скользить и разгонять нас. По краям у нас имеются жесткие острые контейн из железа. Они нужны для того, чтобы поворачивать на сноуборде и не останавливаться. Итак, для начала нам необходимо научиться обращаться с сноубоном с одной пристегнутой ногой. Это важно, во-первых, по той причине, что на всех больших горнолыжных склонах, будь то Астрия, Швейцария, Алька, вам необходимо на подъемниках будет перемещаться именно со одной ногой. В двух ногах это категорически запрещено по той причине, что это опасно. Если вы уже определились, либо знаете, что у вас ведущая нога левая, либо правая, то пристегиваем именно ее. Если же вы еще не определились, пристегивайте сначала левую, потом правую, и та, на которой вам будет удобнее делать эти упражнения, которые я сейчас вам покажу, и будет у вас ведущая. Сначала большой ремешок, для того, чтобы поставить нашу ногу максимально глубоко. После пристегиваем нижний ремешок, который уже окончательно фиксирует нашу ногу. В случае, если вы сделаете наоборот, то рискуете, что нижний ремень заблокирует ногу и не даст верхнему ремню углубить ее впечатление. Хорошо, теперь для того, чтобы понять, как нам удобно ходить, мы попробуем поперемещаться определенной восьмерочкой. Можете областить внимание, что в тот или иной момент поворота я буду переставлять ногу либо перед сноубордом, либо за сноубордом. Это будет удобнее. Попробуйте на складах, и вы все поймете. Как вы видите, в те или иные моменты поворота мы переставляли ногу. Андрей, ты понял, что когда поворачиваем в ту или иную сторону, удобнее ногу держать в той или иной стороне соперника? Да, конечно. Окей. Именно поэтому мы ездим таким способом, чтобы пробовать повернуть сразу во все стороны. А теперь переходим к движению на склон. Когда мы отстойгиваем сноуборд и хотим положить его на склон, делаем это обязательно в следующем порядке. Креплениями. В случае, если вы положите его на скользящую поверхность, он от вас укатится. На больших горнолыжках большие склоны. И, соответственно, за километр-два он может набрать такую скорость, что врезать с человека он либо отрубит ему ногу, либо сделает еще что-то более ужасное. Итак, для того, чтобы двигаться на сноуборде, мы воспринимаем следующую стойку. Ставим ноги по ширине креплений, в общем-то мы их сможем поставить по-другому, потому что мы в них. Разворачиваем переднюю ногу в сторону движения, разворачиваем в таз в сторону движения, разворачиваем в плечи в сторону движения. Переднюю руку держим над носочком, чуть-чуть согнутую, заднюю напротив крепления. Чуть-чуть сгибаем колени и ссутуливаемся. Смотрим в сторону движения. Это наша основная стойка, в которой мы будем ездить. Положение веса 50 на 50, равно вверх. Сейчас я поставлю эту стойку на самоборде с одной пристегкой ногой. Вот в таком положении начинаем движение. Едем до полной ноги. И так, в общем, Андрей справился с этим упражнением довольно неплохо, за исключением одного «но». Он чуть-чуть перевел свой вес на заднюю ногу. Через пару упражнений вы поймете, почему этого делать нельзя, и я вам это более подробно объясню. Кроме того, часто бывает, когда новички пытаются сделать это упражнение, они допускают и следующие ошибки. Они могут открячивать таз назад, наклоняться вперед или назад, опять же, либо полностью переходить на заднюю ногу, ехать на прямых коленях и многое другое. Важно, вы должны делать все то, что я показывал вам до этого. Полностью соблюдать все элементы вашей стойки. Каждый из них очень важен. Андрей, следующим упражнением мы попробуем уменьшать и повышать наш центр масс относительно доски. Если простыми словами, мы будем немного приседать и вставать. И, соответственно, делать будем это в движении. Очень важно, когда мы делаем это упражнение, мы должны оставлять наш центр масс и наше давление на доску по центру. То есть, когда мы понижаем наш вес и загибаем колени, у нас не должен танцев мячиваться назад и мы не должны наполняться вперед. Мы должны оставаться в своей стойке и только чуть-чуть опускаться. Сейчас попробуем это сделать. Хорошо, Андрей, ты сделал все правильно, но, скажу честно, можно садиться и немного посильнее. А так все хорошо. В дальнейшем. Сейчас мы переходим к тому, как мы управляем свободно. Познакомьтесь с новым термином – перенос веса тела. Что это обозначает? Сейчас мы, двигаясь вниз по склону, попробуем наши стоечки немного переносить вес тела на переднюю ногу. То есть, будем переходить с задней, с веса 50 на 50, больше на переднюю. Делаем это за счет ведра и колена. Плечи сами по себе не шевелятся, у нас нет такого движения. Плечи двигаются только за счет того, что они привязаны к тазу. Раз, и будем возвращаться назад. И так несколько раз во время движения. И Андрей, как всегда, сделал все правильно. Ну что ж, он красавчик, что можно сказать. Не так ли? Возможно, вы уже были на горнолыжных склонах, раз решили купить сноуборд и видели сноуборд в живую. И, если обращали внимание, то хорошо. Если нет, то обратите внимание. Большинство сноубордистов, которые вам сначала показались профессионалами, но на самом деле это далеко не так, двигаются и поворачивают при помощи того, что кидают сноуборд в поворот задней ногой. Скажу честно, это делать неправильно. Это приводит к дисбалансу, и с этим вы можете упать. Кроме того, это не позволит вам резко повернуть. Ну, скажем так, представьте велосипед, который едет на козле, и он хочет повернуть. Поворачивая руль, вы ничего не сделаете, потому что переднее колесо у вас сверху. Примерно то же самое происходит, когда мы двигаем сноуборд задней ногой. Для того, чтобы правильно повернуть, нам необходимо перенести вес тела на переднюю ногу и немного в сторону нашего поворота. Это позволит нам загрузить наш камп примерно в этом месте. Соответственно, он врежется в снег и по нашему боковому радиусу начнет поворот. Соответственно, в зависимости от того, с какой силой мы давим в сторону поворота, с какой скорости мы и повернем. Радиус поворота будет разный. Когда мы переносим вес тела, обратите внимание, передняя колена и нога напрягаются, задняя расслаблена. Часто люди, самая распространенная ошибка, вроде бы вес перенесли, но на самом деле они давят на заднюю ногу, толкаются ей. И тем самым вес остается на ней. Хотя с виду вроде бы все правильно. Нога задняя расслаблена. И, соответственно, делаем это чуть-чуть в сторону поворота. И ваша доска повернет. Но сразу же замечу, после того, как вы перенесете вес тела в сторону поворота, какую-то долю секунды доска будет ехать прямо. Ей нужно какое-то время, чтобы врезаться и начать свой поворот. Давайте попробуем. Как вы видите, Андрей с успехом совершил свой первый поворот. А теперь попробуем сделать то же самое в другую сторону. Как вы видите, Андрея развернуло при условии, что он ехал вниз по склону и его развернуло. Почему это произошло? Потому что вроде бы да, он перенес руку в сторону поворота, но обратите внимание на его таз. Таз перешел чуть-чуть назад. И, соответственно, давление на доску случилось неправильно. То есть он загрузил и кант, который должен загрузить, и одновременно загрузил заднюю часть, чем чуть-чуть приподнял нос. Соответственно, у него произошло вращение на месте, так называемый двигатель. Отлично. Теперь мы научились ездить на одной ноге, разгоняться, поворачиваться, совершать повороты, делать разные трюки. Нет, трюки мы пока не учились еще. Сейчас мы научимся останавливаться, если мы достаточно сильно разогнались. Как это сделать? Мы двигаемся на нашем сноуборде, наше стоящее. Для того, чтобы осуществить остановку, нам необходимо закантоваться, но закантоваться поперек склону. Для этого мы делаем следующее. Нашу свободную ногу ставим рядом с передним креплением на снег. Доска у нас продолжает ехать, и по инерции ее разворачивает. И когда ее разворачивают на 90 градусов, мы ее закантовываем. Очень важно ставить ногу именно рядом с передним креплением. Если мы поставим ногу рядом с задним, или где бы то ни было в другом месте подальше, произойдет следующее. Нам просто не хватит расстояния между нашими ногами, так как сноуборда, чтобы развернуться, нужно еще какое-то расстояние, чтобы проехать. Вот это произошло именно потому, что он поставил ногу достаточно далеко от сноуборда. Да, напротив переднего крепления, но далеко. И ему просто не хватило расстояния между ногами. Хорошо, теперь мы уже научились передвигаться на сноуборде со мной пристегнутой ногой. И впоследствии, на следующем уроке, когда мы будем пытаться подниматься на подъемнике, мы будем использовать именно эту технику. Сейчас мы попробуем подтянуть обе ноги и научиться делать те минимальные действия, которые нам могут потребоваться. Окей, для того, чтобы встать с этого положения, он мне хотел бы проделать следующее. Во-первых, подвинуть сноубор немножко ближе к себе, чтобы попу не пришлось поднимать чересчур большим рычагом. Во-вторых, выбрать любую руку, правую либо левую, и потянуться в противоположную сторону. В то же время таз мы будем поднимать не ровно на попу, а над противоположной ногой. То есть, если мы тянемся правой рукой налево, то поднимаем таз через правую сторону. Это нам облегчит эту ситуацию. Хорошо, мы встали на сноуборд, но, как нам всем известно, сноубордисты имеют свойство часто падать. И падать нужно правильно. Поэтому сейчас я покажу, как это нужно делать. Во-первых, для того, чтобы ни в коем случае не повредить руки, не стоит ими пытаться себя задержать, там подставить, всевозможным образом. Потому что падение происходит, как правило, неожиданно. Я сомневаюсь, что вы обычно падаете специально. И очень быстро. Соответственно, вы вряд ли успеете руку поставить правильно. Это может привести к тому, чтобы повредить ее в районе запястья, ладони, колена. Ой, колена у вас нет, локтя. Хорошо. Итак, если мы падаем вперед. Во-первых, самое важное, перед падением попробуйте снизить вашу высоту. То есть, попытаться согнуть колени. Как бы там ни было, чем выше шкаф, тем больнее падать. Соответственно, понижаем его. Пытаемся распределить вес между коленями. И руки подставляем к себе в расслабленном виде следующим образом. Голову отворачиваем либо вправо, либо влево. Для того, чтобы не повредить ног и полкорода. Старайтесь быть максимально расслабленным. Чем больше вы расслаблены, тем меньше шансов, чтобы что-то повредить. Если вы падаете спиной назад, перед падением, вы можете вытянутыми руками, плопнуть по склону, для того, чтобы уменьшить энергию при падении. И не забудьте ваш подворонок прижать в группу, дабы затылок не повредить о снег. Смотрим. Сейчас мы можем отсиднуть сноуборд и пойти на склон. Попробовать скатиться вниз. Если вы не пользуетесь подъемником, то подниматься лучше с краю от склона, дабы не мешать тем, кто уже поднялся и спускается. Мы поднялись на склон, пристегнули обе наши ноги. Для начала мы попробуем скатиться и тратиться. Что это значит? Это значит, что мы будем ехать доской нашей поперек вниз. Потому что если мы развернем нашу ногу направленную, на которой нам удобнее, доска разгонится настолько быстро, что мы пока испугаемся. Потому что наш организм просто не привык к таким скоростям. Поэтому скорости нужно привыкать постепенно. Для начала научимся правильно кантовать. Для того, чтобы мы поехали, мы сейчас встанем. Чтобы сноуборд остался какое-то время на месте, чтобы мы запектировали наше положение, мы не будем опускать носочки вниз. Соответственно, для того, чтобы потом начать движение, мы опустим носочки чуть ниже. Вес мы распределяем 50 на 50, руки смотрят в стороны. Таз под окном, чтобы он был над броской. И смотрим главное прямо. Ни в коем случае не посмотрите под себя. Если вы будете смотреть под себя, то это исказит в дальнейшем вашу стойку. Так как весь ваш корпус будет стремиться за вашей головой. Отлично! Соответственно, для того, чтобы разгоняться быстрее или медленнее, необходимо просто опускать, либо поднимать носочки выше, либо ниже. Чем ниже они опущены, тем больше скорость. Но, замечу сразу, не опускайте их сильно низко. Если вы зацепите передний кон за снег, то вы заплетитесь и уходите. Это называется «исловить переднего кона». Сегодня мы ближе познакомились со сноубордом, научились перемещаться с одной пристегнутой ногой, управлять им и останавливаться. Кроме того, мы научились, как обращаться на склоне с двумя пристегнутыми ногами. И мы теперь не сможем оказаться в снежной ловушке. Ну и также мы научились перемещаться на сноуборде вниз по склону, без падений. С вами снова был Илья Косиченко. И увидимся в следующий раз на следующем уроке.